Мы увидим больше паники, чем когда-либо, больше хейта и больше ненависти, чем когда-либо, больше критики и осмеивания, чем когда-либо. Это будет тяжелое время для всего сообщества Кардана. Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать в новое видео. Внимание, холдеры Кардана, это предупреждение для вас. Есть конкретная дата, которая приближается, и приближается стремительно. Это будет одновременно лучший и худший день для Кардана и ее холдеров. Странно звучит, согласен, но ты поймешь, о чем я, когда досмотришь это видео до конца. Сегодня я расскажу тебе всю необходимую информацию. Не забудь поставить лайк, если хочешь, чтобы я продолжал выкладывать видео каждый день. За сутки я спал всего 2 часа, очень хочется спать, но я выхожу в эфир с этим большим предупреждением ради тебя. Я проехал полтысячи километров ради этого, поэтому буду очень рад поддержке. Также, если ты впервые на этом канале, почему бы не подписаться, ведь здесь мы каждый день говорим о криптовалюте. Мы приближаемся к отметке в 300 тысяч подписчиков, и с твоей помощью это случится быстрее. Итак, 20 января 2022 года – ключевая дата для холдеров Кардана и всех, кто собирается покупать Кардана. Если ты смотрел мои видео в 2021, то ты наверняка вспомнишь, что Кардана в 2021 году обновилась. Вместе с обновлением в ее сеть пришла полная поддержка смарт-контрактов. И сегодня, в начале 2022 запускается одно из первых децентрализованных приложений в сети Кардана, и это SundaySwap. Знакомое название, мы уже говорили о нем в прошлом году. Тогда мы говорили, что он будет запущен, но теперь мы говорим, что он уже запускается. Это децентрализованный торговый протокол на Кардана. Нативный, масштабируемый, децентрализованный протокол автоматической торговли. Вот как они себя подписали. Простыми словами, это децентрализованная биржа на Кардана, как Юнисвап на Эфириуме или Панкейксвап на Бинансмарчейне. Теперь у Кардана будет собственная децентрализованная биржа. И это начало новой эры для Кардана, эры DeFi, эры NFT и эры децентрализованных приложений. И начинает это все с SundaySwap. Создатель Кардана Чарльз Хоскинсон пишет в Твиттере, поздравляю команду SundaySwap и всю экосистему. Это была длинная и тяжелая дорога, но это не конец. Еще больше децентрализованных приложений на базе Кардана выйдет в первой четверти 2022 года. А теперь я хочу обсудить, почему запуск SundaySwap в этот четверг 20 января 2022 года в сети Кардана станет не только лучшим днем для холдеров Ада, но и худшим. Слушай внимательно, я постараюсь объяснить тебе это с помощью твитов товарища Патрика Тоблера. Вот что он пишет. Мысли про SundaySwap в первом дексе Кардана. Я верю, что запуск SundaySwap будет самым лучшим и самым худшим днем для Кардана. Лучшим, потому что это будет первый раз в истории, когда более широкая аудитория получит доступ к DeFi на Кардана. Это будет просто безумие и хотелось бы это увидеть. И худшим днем, потому что запуск SundaySwap приведет Кардана к максимуму ее возможности масштабироваться. Не обманывайте себя, сеть Кардана не может адекватно обработать грядущее количество транзакций. И хотя у Кардана уже есть дорожная карта решения этих проблем, она еще не готова к этому. За последние 24 часа Кардана постоянно нагружена на 82%, и это без работы SundaySwap. Мы не раз видели, как запуск простого NFT может привести к большой перегрузке блокчейна, замедлению транзакций и ухудшению пользовательского опыта с этим блокчейном. И это все без SundaySwap. Так что моя личная гипотеза заключается в том, что в четверг 20 января 2022, вместо того, чтобы праздновать успех SundaySwap, многие новостные агентства и лидеры мнений сосредоточатся на масштабируемости Кардана, и на том, что ее сеть пока не выдерживает. Это приведет к одному из крупнейших противоречий, которые мы когда-либо видели в криптопространстве. И если вы не верите мне, то спросите себя, зачем создатели Кардана опубликовали эту статью как раз перед запуском SundaySwap? Или почему создатели SundaySwap опубликовали эту статью неделю назад? Давай посмотрим, что они там опубликовали. Первая статья называется «Как мы будем масштабировать Кардана в 2022-м?» И вторая статья называется «Ожидание, перегрузка и запуск основной сети». Перегрузка сети. Однако, действительно странные статьи, которые предшествуют запуску SundaySwap. Патрик пишет, «Они пытаются подготовить нас к тому, что грядет, и честно, Кардана все еще не готова к этому. Этот запуск SundaySwap в четверг приведет к шторму дерьма в интернете. Мы увидим больше паники, чем когда-либо. Больше хейта и больше ненависти, чем когда-либо. Больше критики и осмеивания, чем когда-либо. Это будет тяжелое время для всего сообщества Кардана». Что ты думаешь по этому поводу, напиши в комментах. Лично я вижу в этом логику. Я покупал Кардана за 70 центов и продавал половину в прошлом году. Остальное я буду держать, пока Кардана не вырастет до 10 долларов. Поэтому я только за ее падение, потому что хотел бы купить больше Карданы по цене ниже доллара за монету. Но что же делать нам в преддверии четверга? Мы должны просвещать народ. Мы должны рассказать им о способах масштабирования, которые будут внедрены в Кардана в этом году. Рассказать про Гидру, Милкомеду и все остальные вещи, что будут запущены в Кардана. Также мы должны понять, что будущий хейт в сторону Кардана – это только лишь временное явление. Мы должны быть к нему готовы и не должны позволить себе повестись на эти манипуляции. Поэтому не бойтесь, просто отмечайте запуск Сандэйсвап в четверг и двигайтесь вперед в светлое будущее Кардана. Что ж, давай это и сделаем. Давай изучим эту статью от создателей Кардана. Как же они будут решать эти проблемы? Они пишут «Теперь, когда основные возможности смарт-контрактов поддерживаются сетью Кардана, следующий этап будет сосредоточен на оптимизации производительности и масштабирования». И эта оптимизация начинается прямо сейчас. Я оставлю ссылку на эту статью в описании, очень рекомендую тебе ее прочитать прежде, чем начинать паниковать насчет Кардана. Паника и фат, которые нас ждут – это временно. Будущее Кардана, как по мне, очень перспективное. Итак, у них есть аж целых 11 способов решения проблем Кардана, которые неизбежно возникнут с запуском Сандэйсвап и других дапов. Во-первых, это ончейн решение для масштабирования блокчейна Кардана, а во-вторых, это также и офф-чейн решения. К ончейн решениям относится, например, увеличение размера блока в сети Кардана. Чем больше блок, тем больше транзакций в нем может храниться. Размер блока недавно был увеличен на 12,5%. В будущем будут ожидаться новые увеличения размера блока. Второе ончейн решение – это сокращение времени создания блока на 5 секунд. Это даст запас для более агрессивного масштабирования блокчейна Кардана. Третье решение – это создание отдельной группы стейкхолдеров, которые будут проверять транзакции, включенные в блоки. Это позволит Кардана работать не последовательно, а параллельно, что увеличит масштабируемость ее сети и также ее скорость. Четвертое изменение – это изменение параметров памяти для Plutus. Если что, Plutus – это платформа смарт-контрактов для Кардана. Изменение параметров этой платформы приведет к более эффективному использованию памяти при обработке неизрасходованных транзакций в режиме реального времени в сети Кардана, что увеличит масштабируемость блокчейна Кардана. И, наконец, оффчейн решение. Это, во-первых, сайдчейны, куда же без них. Это что-то похожее на шардинг, которому стремится эфириум. Также это гидра, оффчейн вычисления и метрил. Это названия протоколов, которые призваны увеличить масштабируемость Кардана. Как мы видим, в конце этого года, судя по всему, блокчейн Кардана будет куда более быстрым и масштабируемым, что, безусловно, привлечет больше пользователей и спрос на Кардана будет расти. Мы видим 11 способов масштабирования Кардана в 2022-м, которые нам представили разработчики самой Карданы. Но что все это значит для обычных инвесторов Кардана? Несмотря на то, что Кардана на рынке уже несколько лет, она все еще молодая. Инвесторы в нее все еще ранние. Она все еще развивается и она все еще очень перспективная. Меня зовут Богатейший Ди. Если видео было тебе интересным или полезным, не забудь поставить лайк. Это помогает каналу расти, а мне находить мотивацию для создания новых видео. Также подпишись на канал Телеграм, ссылка на который в описании под видео. Делись видео с друзьями, комментируй. Обязательно, Богатей. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok